Библейское освящение Один из богословов Луи Бергхоф сказал такие слова, которые касаются освящения, что это труд незаслуженной Божьей благодати, посредством которого его дух непрерывно избавляет оправданного грешника от осквернения грехом, обновляет всю его природу в соответствии с Божьим образом и делает его более и более способным умирать для греха и жить для праведности. И собственно, когда мы говорим об освящении, тогда нам становится понятно, тебе нужно оставить что-то и занять другую позицию, а если говорить буквально или точнее, ты должен оставить грех и встать на библейскую позицию. Мы пришли все к Богу, вот с каким-то багажом философии своей собственной. У нас был собственный жизненный опыт по поводу решения тех или иных вопросов. У нас была своя философия жизни. Мы смотрели на все так или как-то в зависимости от социального положения, образования, еще чего-то. В общем, у каждого из нас были свои взгляды на жизнь. Но теперь мы пришли к Иисусу Христу. Прийти к Иисусу Христу, это не просто сказать, я верующий. Это не просто сказать, Господь, прости мне грехи мои. Это значит понять, что вот до этой минуты я никогда не жил в соответствии с Божьей волей. И вот с этой минуты, когда я увидел распятого Христа пред собою, я начинаю жить не так, как мне подсказывает мой опыт, не так, как подсказывает мне философия этого мира, не так, как подсказывают обстоятельства. Я начинаю жить, как должен жить ученик Иисуса Христа. То есть в своей жизни я оставляю всегда последнее слово за Богом. Это то, как рассуждают дети Божии. Вы помните, когда много иудеев собрались вокруг Христа, и они слушали, и даже как-то вот поддались учению Христа, написано, многие из них уверовали. Но что сделал Господь? Вместо того, чтобы, ну, обрадоваться, сегодня, наверное, евангелисты бы многие обрадовались и сказали, слава Богу, столько людей сразу же пришли через мою проповедь. Но Христос в каком-то смысле отталкивает этих людей от себя. Они говорят, мы уверовали, а Он говорит, подождите, подождите, вам нужно кое-что понять. Он говорит этим иудеям, если вы пребудете в слове моем, вы истинно мои ученики, и истина сделает вас свободными. Делающий грех есть раб греха. И вы помните, что там в 8 главе Иоанна описывается дальше? А они тут сразу же возмутились. Мы рабы греха? Ты о чем говоришь вообще? Ты вообще представляешь, с кем ты разговариваешь? Да мы такие люди. Мы тут с детства закон изучаем. Мы дети Авраама. А Христос говорит, вы дети дьявола и хотите исполнять похоти отца своего? Ну и тут все, конечно, обрело совершенно другую окраску. Они схватили каменья и... Ну и все, они решили с ним расправиться. Вот это были иудеи, которых написано, что они уверовали. Поэтому для нас с вами, дорогие братья и сестры, очень важно понять, что прийти ко Христу, это значит стать Его учеником. Это значит, что в любой жизненной конкретной ситуации я хочу знать, что Слово Божие говорит о моей жизни. И я хочу со своей неверной философии встать на библейскую философию. Итак, процесс истинного библейского преобразования. И я хотел бы начать с девяти библейских утверждений об освящении. Во-первых, освящение стало возможным благодаря труду Иисуса Христа. Если бы не Христос, если бы Он не умер на кресте, мы бы никогда, для нас не воссиял бы этот свет, если бы Слово не стало плотью, и если бы оно не обитало с нами, как написано, полная благодать и истины. Наше освящение было бы невозможным. Просто я это говорю для того, чтобы мы оценили милость Господа. Можете себе представить, ты все время что-то делаешь и делаешь неправильно, неправильно, неправильно. Почему столько зла в этом мире? Потому что этот мир лежит во тьме. Потому что Слово Божие не освящает жизнь этих людей. И казалось бы, они имеют огромное образование, потрясающее. Они имеют власть, они имеют финансы. Но что мы видим сегодня в мире? Он лежит во зле. И поэтому освящение стало возможным благодаря труду Иисуса Христа. Второе, оно является полностью Божьим делом. Это дело Отца, Сына и Святого Духа. Мы будем говорить о том, являемся ли мы каким-то образом задействованы в этом процессе. И вы поймете, что мы являемся задействованными в этом процессе. Мы можем либо успешно соглашаться с Духом Святым и покоряться Слову Божьему, либо можем успешно противиться Духу Святому, отворачиваться от Слова Божьего и твердо стоять на своих позициях, не двигаясь в сторону Евангелия. Третье, освящение происходит с вовлечением максимальных усилий человека. Это то, о чем я вам сейчас только сказал. И, конечно, нам нужно всегда помнить, что наши усилия не заслуживают и не совершают освящения. Оно все равно остается Божьим делом, Божьей благодати. Мы прилагаем усилия, но Бог производит в нас перемену. Четвертое, это является процессом. Это не вопрос одного момента. Пришел ко Христу и вдруг сразу же стал совершенно другой человек. Мне очень часто верующие люди говорят, что они продолжают согрешать. Но в этом нет ничего удивительного. Потому что процесс освящения – это продолжающийся процесс. Пятое, освящение является постоянной внутренней войной. Это никогда не происходит спокойно, без всяких колебаний и потрясений. Настоящее освящение – это война. И это бывает очень тяжелая война. Сражаться против греха. Слово Божие говорит, что это возможно даже до крови. И поэтому это настоящая внутренняя война. Шестое, освящение завершится только с нашей смертью или с возвращением Иисуса Христа. Седьмое, освящение является нашим образом жизни до самого конца. Мы не должны где-то остановиться в этом процессе и сказать, я достиг всего. И, собственно, не к чему стремиться больше. Восьмое, освящение является обновлением сердца, а не просто изменением поведения или само преобразование. Потому что мы видим, что неверующие люди тоже в этой жизни отказываются от чего-то и начинают что-то делать. Неверующие, невозрожденные люди тоже могут перестать делать какой-то грех и, наоборот, начать делать какой-то добродетель. Но все происходит в сердце. Девятое. Его завершение гарантировано. И это является целью нашего спасения. Писание говорит о том, что к этому движется весь этот процесс. И, во-вторых, Отец всегда слышит Христа. Второе. Кого освящает Бог? Вы помните первосвященческую молитву Иисуса Христа? И объектами освящения были апостолы. И Иисус молится за своих учеников. Он молится за тех, кто с ним вместе двигается к его цели. Это были апостолы Христа. Потом Он молится за всех тех, кто уверует по слову их. Это означает, что все мы являемся объектами библейского освящения. И поэтому Бог сегодня хочет реально изменить жизнь каждого из нас. Третье. Как Бог освящает своих учеников или своих детей? Что является средством библейского освящения? И ответ записан в Евангелии от Иоанна в этой же первосвященческой молитве. Это является истина. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Чем освятить? Означает посредством чего? Или через что? Или с помощью чего? И здесь написано с помощью истины. Бог употребляет средства. И существуют разные небиблейские взгляды, отвергающие использование средств. Общие выводы. Что-то Бог делает непосредственно сам, без каких-либо средств и усилий человека. Что-то происходит внезапно, в моменты кризиса. И предположение. Есть предположение, почему люди не меняются. Недостаток силы. Но в действительности все дело в отношении человека к истине. Я вам сказал общие выводы или предположения, которые люди, ну как бы развивают в своем сердце. Ну почему они никогда не меняются? Почему они столько борются? Почему они прилагают усилия, а ничего не происходит в их жизни? На самом деле правильный ответ заключается недостаток познания плюс недостаток послушания. Джон Райл пишет в книге «Святость». Многие восхищаются, видя, как другие возрастают в благодати и желают сами быть такими. Но кажется, что они думают, будто возрастание является неким особым даром от Бога. И поскольку они не наделены этим даром, то им остается довольствоваться тем, что есть. Возрастание в благодати, продолжает этот пастор, связано с употреблением средств, доступных всем верующим. И, по сути дела, возрастающие души являются таковыми по причине употребления ими этих средств. То есть, другими словами, ты любишь Слово Божие, ты ищешь Слово Божие, ты живешь Словом Божиим, ты наполняешься Словом Божиим. Для тебя важно Слово Божие. Тебя не нужно вызванивать в четверг и спрашивать. Ты придешь сегодня слушать Слово Божие? Тебя не нужно вызванивать еще в какой-то день, где изучают Библию, чтобы спросить. Это желание твоего сердца, потому что ты знаешь, насколько важна для тебя истина. И поэтому всякие, кто употребляет истину для того, чтобы изменять свою жизнь, изменять свое сердце, они на верном пути. Четвертое. Средство, которое Бог использует в первую очередь. И мы сказали, что это истина. И в послании к Ефесиным апостол Павел говорит о взаимоотношениях мужа и жены. И он там проводит эту параллель с церковью. Пятая глава, 26 стих написано, чтобы осветить ее церковь, очистив баню водную посредством Слова. А в Евангелии от Иоанна, 8.32, это тот текст, о котором мы уже сегодня говорили, написано. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Дорогие братья и сестры, вот это вот то, что нужно уловить. Не какое-то чудесное тайное учение. Знаете, сегодня есть много специалистов. Они такие, знаете, вот такие, ну, специалисты такие, духовные. Они прищуривают глаз так и говорят, я вижу, как дьявол идет сейчас по рядам и шепчет что-то вам на ухо. Они такие специалисты, они вдруг увидели то, чего никто не видит. Но на самом деле Писание говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. И в этом нет ничего такого, что ты сказал, чего нет в Писании. Поэтому не какое-то чудесное тайное учение, которое имеют какие-то вот особенные, приособенные люди. Это не секрет какого-то известного христианина, какого-то такого архипроповедника. Хотя я согласен, некоторые проповеди отличаются одна от другой. Но Христос говорит, слово твое есть истина. Это учение Христа. Апостол Павел говорит, это все Писание, 2 Тимофею 3,16. Итак, истина и Слово. Вся истина и все учение Писания. И теперь мы перейдем к процессу освящения. Это, собственно, ключевой текст, на который мы будем опираться сегодня в нашем размышлении. Это послание к Ефесинам, 4 глава. Пожалуйста, братья и сестры, откройте. И это процесс библейского освящения. Сам процесс, то, что, собственно, нас интересует больше всего. Так я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которые вы призваны. То есть здесь написано, что наши привычки в мышлении и поведении должны соответствовать нашему положению. Я помню, несколько лет назад я слушал какую-то проповедь, и один брат рассказал интересную историю или иллюстрацию. В одном королевстве король решил покончить с безнравственностью. Он издал какие-то указы, очень такие жестко регламентирующие жизнь людей. Он применил какие-то очень жесткие санкции к нарушителям нравственности. Кого-то посадили в тюрьму, кого-то оштрафовали. В общем, так или иначе, он навел порядок в своем государстве. Собственно, жизнь этого государства изменилась. Но одна блудница никак не хотела меняться. Что только он с ней не делал. В тюрьму сажал. Как только она выходила, она сразу же на панель. На 101-й километр отвозили. Как только заканчивалось время, она возвращалась сразу же на панель. Как ее только не штрафовали. Что только с ней не делали. Как ее не позорили. Ну, ничто на нее не влияло. Как только у нее появлялась возможность отправиться на панель, так она сразу же была там. И тогда король подумал, а есть последний шанс. Сделаю ей предложение. Станет моей женой. Но, может быть, тогда она откажется наконец-то. Ведь это совсем другое положение. Это совсем другое качество жизни. Ну, он послал своих слуг. Они приехали к ней и сказали, что король делает вам предложение и нужно отправиться во дворец. Но она не стала капризничать и согласилась, конечно. Но вот было все устроено. И свадьба прошла. И теперь она утром проснулась во дворце. И теперь она уже королева. Но все там эти процедуры утренние. Она позавтракала, посмотрела на часы и подумала, ну, собственно, уже пора на панель отправляться. Но потом она вдруг остановилась и задумалась. И сказала, ну, раньше я никто была. Поэтому жила, как могла. А сейчас я стала королевой. Могу ли я сейчас в своем статусе и положении жить так же, как я жила, когда не была королевой? С той минуты она приняла решение, что больше она на панель не пойдет. Вот апостол Павел говорит нам в 4 главе именно вот эту мысль. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Это совершенно другое качество жизни. Когда мы жили без Бога, как здесь написано, по суедности ума своего, как и прочие народы, отчужденные от Бога, помраченные в разуме, тогда было, собственно, все понятно. Но теперь мы пришли ко Христу. Теперь мы стали дети великого царя. Теперь нам нужно научиться мыслить и поступать так, как мыслит и поступает наш царь. Как Павел говорит, достойно звания. Посмотрите на 17 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суедности ума своего». То есть христиане не должны поступать, как поступают те, кто не знает Бога. А как дальше написано? «Они помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». И здесь описывается их образ жизни. И что более важно, его причины. Почему они делают грех? Потому что они отчуждены от жизни Божьей. Их разум поврежден грехом. Они просто даже не способны делать то, что угодно Господу. И дальше 20-21 стих. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». И это есть доказательство освящения. Почему нам нужно освящаться? Потому что мы познали Христа, мы слышали о Нем, мы научились в Нем. И все это описывает наше спасение, процесс нашего спасения. 21-24 стиха. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И здесь написано, так как истина в Иисусе. И это является вводным предложением. Здесь Павел продолжает, «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились». И после этого следуют три очень важных глагола, которые раскрывают, чему они научились. Вот эти три важных глагола, дорогие братья и сестры, их нужно написать на скрижалях сердца. Три важных глагола. Если мы их не запомним, если мы не начнем строить свою жизнь в соответствии с ними, то наша жизнь не будет меняться. Вы помните, я вчера говорил вам в проповеди, что некоторые люди ищут счастья или счастливые реальности в религиозности. И я сказал вам такую фразу, что можно посещать церковь, можно быть глубоко вовлеченным в служение, можно быть активным христианином, но вместе с этим оставаться глубоко несчастным человеком. И я сказал вам причину, почему это возможно. Потому что у людей неправильное представление о счастье. Оно заключается, наше счастье заключается в преображении нашем в образе Иисуса Христа. И если мы не встаем на эту позицию, о которой говорит апостол Павел в послании к Ефесиным, что нам нужно отложить ветхий образ человека, не знающего Бога, нам нужно обновиться, нам нужно облечься, тогда мы будем оставаться глубоко несчастными людьми. Потому что грех, собственно, будет продолжать изнутри влиять на нас, действовать на нас, а мы не знать будем, что с ним делать. Мы будем стараться отвлечься в служении, как-то активно задействовать себя. Мы будем стараться еще какую-то, еще, еще нагрузки на себя брать. Но я очень сомневаюсь, что это принесет нам настоящее счастье. Настоящее счастье приносит победа, когда ты видишь победу Христа в своей жизни. Маленький грех, может быть, совсем маленький, но ты видишь, как Христос с силою своей одерживает в тебе победу за победой. И ты отдаешь ему сердце шаг за шагом. Господь и это возьми. Господь и здесь победи. Господь и здесь преодолей. И тогда в твоем сердце торжество, потому что победители всегда торжествуют. Они радуются. Вы помните 45-й год в Рейстаге? Как радовались солдаты. Причиной их радости была победа. И поэтому, когда ты видишь, как Бог действует в твоей жизни, тогда твое сердце наполняет торжество и радость. И поэтому Павел говорит истинно в Иисусе. Нужно отложить ветхий образ человека. Нужно обновиться в познании. Нужно облечься во Христа. Освети. И здесь есть два основных значения. Посвящать, выделять из обычного для священного употребления. Отделять для служения Богу. Но я не буду тратить на это время. Это были предметы, места, сосуды, мебель, утварь, скини в храме. Христос освящен. Христиане в целом. Давайте перейдем к шагам. Шаги библейского освящения. Итак, что такое отложить? Апостол Павел говорит, нужно отложить ветхого человека. Аналогично снять одежду какую-то. Что имеет в виду Павел? Ветхий человек мертв. Снимите с себя его одежды. Отложить все, что связано со старой жизнью. Отложить мышление, желание, своеволие, греховные привычки в мыслях и поступках. Все это нужно отложить. Ты постоянно сравниваешь свою жизнь со Словом Божьим. И ты понимаешь, что вот в этом месте есть несоответствие. В этом месте есть несоответствие. В этом месте есть несоответствие. Знаете, я заметил, вот как Бог, как Дух Святой работает. Он нам не показывает весь спектр наших грехов. Ну, наверное, потому что мы бы сразу умерли от ужаса. Если бы мы увидели вот в полном объеме самих себя, то, наверное, стало бы жутко и страшно. Поэтому Он ведет нас и показывает нам шаг за шагом. Он ставит нас в какие-то обстоятельства, в которых мы начинаем проявляться. Ну, злиться, может быть, раздражаться, сомневаться и так далее и тому подобное. И поэтому шаг за шагом Бог ведет нас, чтобы мы могли увидеть, кто мы есть на самом деле. И так нужно отложить ветхого человека. И когда ты понимаешь, что вот это грех, и это то, что нужно оставить в своей жизни, теперь нужно обновиться. Во-первых, апостол Павел говорит, что это нужно делать постоянно. Пассивно. Это то, что Святой Дух делает в нас. Во-вторых, это повеление. Что значит? Бог совершает обновление, но вы можете этому либо препятствовать, как я сказал, либо этому содействовать. И теперь обновление. В послании к Колоссинам написано 3 глава, 8-10 стихи. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлегшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. И здесь написано, что все происходит в познании, глубокое и всестороннее познание Бога и его воли. Вот это то, что будет способствовать нашему изменению. Вот почему пасторы призывают. Каждый раз посещайте собрание, молитесь за проповедников, молитесь, чтобы Дух Святой действовал через этих людей, чтобы нам становилось понятным Писание, чтобы мы видели красоту, величие Бога. Вот почему мы готовы все отложить и бежать в Дом Божий, чтобы слушать Слово Господне. И поэтому все происходит в познании. И здесь написано по образу создавшего его, то есть уподобление Христу. И здесь речь идет о внутреннем изменении. Один известный богослов Чарльз Ходжи писал об освящении следующее. «Освящение по своей природе – это не святые поступки, а такая перемена в состоянии души, при которой греховные поступки становятся все более редкими, а святые поступки все более и более привычными и преобладающими». И как же происходит обновление? Обновление происходит посредством Слова, посредством Святого Духа. Это обновление разума. Вот здесь должно измениться. Разум – это ось, на которой вращается все наше освящение. Вот здесь все должно начать меняться. Я хочу начать смотреть глазами Бога на все происходящее в моей жизни, в жизни окружающих, в жизни того, что происходит в этом мире. Научиться смотреть глазами Бога, не моими собственными. И так шаги библейского освящения. Нужно отложить, нужно обновиться и нужно облечься в нового человека. Облечься означает мыслить и поступать в соответствии с новым человеком. У Мартин Ллойд Джонса есть такая цитата. «Вся суть обличения в нового человека заключается, по сути, в применении истины к самому себе. Это самое важное, что только можно понять в христианской жизни. Мы должны говорить самим себе, проповедовать самим себе, применять истину к самим себе и продолжать делать это всегда». Вы помните Псалом 42? И там просто вот потрясающие слова. И псалмопевец, он, собственно, обращает свой взгляд внутрь себя, и он говорит самому себе в какой-то очень сложной ситуации. «Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься?» Вы знаете, чем отличается человек плотской от человека духовного? Духовный человек, он будет говорить себе, «Хватит, Сергей, унывать!» Несмотря на то, что, как Аввакум говорит, «Нет, плотам обед в загоне, и там чего-то все закончилось», ты будешь славить Бога, потому что твоя радость, твое счастье не в том, что ты имеешь или мог бы иметь, твое счастье и радость в самом Боге, которого у тебя никто не может похитить и отнять. И поэтому духовный человек, он смотрит глазами Христа, он говорит самому себе, «Ты будешь, Сергей, делать то, что ты должен делать, а не то, что тебе нравится или то, что тебе кажется правильным. Ты будешь делать то, что будет приносить славу Иисусу Христу». Что делает плотской человек? Он оказывается в какой-то сложной ситуации, и он начинает прислушиваться к своим эмоциям. «Ну, а как все плохо?» «Ну, совсем. Я даже не думал, что все так плохо будет. Я даже не думал, что тут потеть придется. Я даже не думал, что духота такая будет. Я и не думал, что так людей немного соберется. Зря я вообще согласился на этот семинар. «Как все плохо? Жить неинтересно. Уже устал от всего». Ну, типа вот такого. Поэтому псалмопевец говорит, «Что унываешь, что душа моя? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». То есть, другими словами, псалмопевец не пытается прислушиваться к своему внутреннему голосу. Он беседует с самим собой. Он говорит себе правильные вещи. Он не спрашивает себя там изнутри, «Ну, что ты думаешь, Сережа, там по этому поводу? Вот на тебя представляешь, вот этот христианин так косо посмотрел? Ну, что ты думаешь? Ну, опасная ситуация. Держись от него дальше». Но смотреть глазами Христа, это значит сказать, «Потому узнают все, что вы мои ученики. Если будете иметь любовь между собою, я буду любить Господь этого человека. Наверное, я что-то ему сделал, почему он посмотрел на меня. Я хочу любить его, дружить с ним. И я хочу подойти и сказать, «Я тебя обидел чем-то, ты так смотрел на меня». Он скажет, «Нет, я совсем не про тебя думал». Есть другой пример – ложь. Ложь – это то, что является распространенным грехом в жизни многих людей. И когда мы приходим ко Христу, мы тоже можем говорить ложь, произвольно или непроизвольно. И что Писание говорит нам? Ложь нужно отложить. И так отложить. Первый шаг, который нужно сделать – нужно отложить грех. Я вижу грех. Что я должен с ним сделать? Отложить. Слово Божие говорит – отложи. Покончи с этим. Второй шаг – обновиться. Обновиться? Что такое обновиться? Позволить Писанию изменить мой разум. Я хочу узнать, что я должен делать вместо лжи. И апостол Павел говорит в послании к Ефесинам – говори истину. Вместо лжи говори истину. Нужно облечься. Говорить истину каждой своему ближнему. Как мы можем действительно измениться? Есть такой известный богослов Джей Адамс. И он известен тем, что он посвящает много времени вопросам душепопечительства. И есть очень хороший учебник по душепопечительству этого пастора. И этим учебником пользуются очень многие пасторы в наших церквях. Это на самом деле библейский труд, который непредвзято описывает библейское освящение. И он описывает, или его принцип – это принцип замещения. То есть для каждого порока найдется противоположная добродетель. Если ты видишь в своем сердце порок, то знай, что в Библии есть добродетель. И ты можешь от этого порока перейти на добродетель, на библейскую позицию. Если вы хотите отложить порок, вы должны, говорит он, найти противоположную ему добродетель. Замените этот порок на соответствующий добродетель. Не ходил в собрания раз в месяц, на вечерю? А теперь буду делать это постоянно. Постоянно буду делать. Потому что Слово Божие учит, чтобы ты был верен во всем. В малом, в простом. Как кто-то сказал сегодня, Станислав Алексеевич, Махровы и Баптисты, отключите телефоны. Где это написано? Нету в Писании? Не будем отключать. Где написано в Писании, что каждый раз на собрание надо ходить? Но на самом деле регламента нет. Но косвенно Писание утверждает, будь в малом верен. И если весь народ Божий сказал, аминь, будем собираться три раза в неделю на этом месте изучать Слово Божие, то будь верен в этом. И собирайся на этом месте. И скажи всем обстоятельствам, я встаю на библейскую позицию. Вороство. Это еще один порог. Распространенный порог. Что нужно с ним сделать? Что нужно с ним сделать? Все правильно. Первый библейский шаг освящения. Отложить нужно. Грех нужно отложить. Не буду больше красть. Хочу обновиться. Обновиться, это значит, хочу понять, что все, что люди имеют, это даровано людям от Бога. И я не имею права на собственность другого человека. Я не имею права лишать кого-то этой собственности. Потому что Бог желает заботиться о людях, и Он заботится о них. Мои средства должны тратиться на пожертвования для церкви, содержание моей семьи, сбережений, помощь другим в их нуждах. Я хочу обновиться. Я хочу понять, как работает этот механизм. Бог хочет, чтобы я отложил грех и начал работать своими руками. Апостол Павел здесь так и говорит. Кто крал, впредь не кради, а лучше труди, сделай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. И теперь я хочу облечься. Я хочу отложить. Я хочу понять, что я должен делать теперь в своем новом статусе. и теперь я хочу обновиться. Я хочу твердое решение принять. Вот с этой минуты ты будешь жить так, как написано. Ты не будешь больше жить, используя свою философию или под давлением или влиянием обстоятельств. Ты будешь жить так, как ты должен жить. Вы помните псалмопевца, который не пытается прислушаться к себе, а который говорит самому себе, что унываешь, ты душа моя. Так же и я хочу сказать. Больше ты не будешь делать грех. Вот с этой минуты ты встаешь на библейскую позицию. И при этом, дорогие братья и сестры, это может стать долгим процессом, когда человеку нужно будет выходить из привычного греховного образа жизни. Не думайте, что вы больше никогда не украдете ни разу. Рука ваша будет тянуться, вы будете бороться. Но вы будете бороться. Больше никогда в своем сердце вы не скажете, что это норма жизни. А что тут такого? Я недавно разговаривал с христианином с одним. И он упал, и живет в падении. И когда он сделал грех, сначала он напугался. А теперь он говорит, что я такого сделал тогда? Ну подумаешь, раз напился. Если в твоем сердце такое отношение ко греху, то тогда вряд ли ты станешь меняться. Но когда ты скажешь, Господь, это самое страшное преступление, которое я могу только сделать. И когда ты осудишь свой грех и будешь делать это постоянно, постоянно, уходя от своего привычного образа к новому привычному образу, тогда ты увидишь, как красота Христа засияет в твоей жизни. И поэтому я хочу облечься. Вместо того, чтобы красить у других, бывший вор должен усердно трудиться, чтобы делиться с другими. Итак, три шага, которые нужно сделать. Первый. Обновить. Второй. Обновиться. Обновиться. Третий. Облечься. Облечься. Итак, процесс освящения. Нужно выявить пороки, которые мы должны отложить. Нужно составить их список. Сделайте это сегодня, или когда вы приедете с Конгресса. Займитесь серьезно вашей духовной жизнью. Попытайтесь увидеть, склонитесь перед Богом в молитве и скажите, Святой Дух, покажи мне мои пороки. Помоги мне увидеть то, что не дает мне радоваться в Тебе, славить Тебя, превозносить Тебя, что заслоняет Твою красоту во мне. Покажи мне эти пороки. И если вы с искренним сердцем будете молиться Богу, то я могу вас обрадовать. Господь откроет вам то, над чем нужно начать серьезно и усердно трудиться. Знаете, я хотел бы дать несколько советов. Когда вы будете описывать свои грехи или пороки, то не пытайтесь использовать какие-то такие нейтральные формулировки, но типа неадекватен. Да, во-первых, мы сами не очень до конца понимаем, что такое неадекватен. Ну, а если понимаем, то это не библейский термин, это не библейский порок. Противоположность, что такое адекватен библейский, но это очень широкий спектр. Поэтому используйте библейскую терминологию. Если вы злитесь часто, то так и напишите. Я раздражаюсь, раздражительность. И найдите противоположную позицию в Писании. Выявите противоположные библейские добродетели. Если это ложь, говорите истину. Если это воровство, то надо стать щедрым. Выявить пороки, которые мы должны отложить. Нужно составить их список. Выявить противоположные библейские добродетели. Нужно всесторонне изучать, что Писание говорит о пороке, так и о противоположном ему добродетели. И нужно размышлять над своими открытиями. Это труд, братья и сестры. Это то, чего всегда не хочется делать. Вы помните, как размышляет ленивый? Братья знают, пресс-фитеры. Ленивый все время видит льва на дороге. Лев на площади. Нужно читать Библию. О, это надо сделать, это надо... Не могу. У него все время лев на площади. Он никогда не может смело выйти вперед и сразиться с реальностью. Все время он прячется за что-то. Это тяжелый, братья и сестры, процесс. И я вам скажу, что настоящее библейское преобразование человека это дается с огромной войной. Это настоящая война. Дьявол хочет, чтобы верующие люди были просто номинальными. Ну, ходи в церковь, да и все. Там как-то ходи, да и все. Ну, поучаствуй в вечере, ладно. Ну, не надо так сильно думать, напрягаться. Что это, зачем? Ну, так просто всем дают. Ты бери. Настоящее духовное освящение это всегда война. И когда ты вступаешь в этот процесс, когда ты начинаешь жить действительной библейской жизнью, когда ты хочешь, чтобы красота Христа засияла в твоей жизни, тогда ты вступаешь в это сражение с духами злобы поднебесными. Когда ты вступаешь с ними в сражение, то ты видишь, как ты проигрываешь то в этом месте, ты начинаешь думать, почему, Господь, почему я снова и снова проигрываю. Тогда ты вспоминаешь Павла, который говорит, ты был во всеоружии. Не всегда. Меч забыл в прошлый раз. Не обращался к слову твоему. А позавчера щит веры где-то оставил. Обедал и там его забыл. Поэтому все стрелы летели в меня, а я как неверующий вел себя. Обувь забыл. Не мой размер. А я должен быть обут в готовность благовествовать мир. Размер не мой. Здесь такие страшные люди. Если я им начну говорить об Иисусе, они, наверное, выгонят меня, а то еще чего доброго бить начнут. Нету обуви. И поэтому, когда мы проигрываем, есть причина. Есть причина. Это причина не в Боге. Это причина не в Слове Божьем. Это причина в нас. И поэтому, когда вы начнете сражаться по-настоящему, обращаясь к Слову Божьему, когда вы объявите своим грехам и порокам беспощадную настоящую войну, то вы увидите, какое страшное сопротивление вы встретите со стороны духов злобы поднебесных. Потому что дьявол очень хорошо знает. Кто привлекает души? Мудрые. Мудрые – это не те, которые имеют какой-то опыт, а это те, в которых светится Христос. И поэтому Он сделает все, чтобы только остановить вас, чтобы заслонить красоту Христа. Пусть вы номинально говорите что угодно, что вы христианин, что вы пастор, пресс-свитер или еще какую-то должность вы занимаете, кто угодно. Но только не красота Христа, только не Его мудрость в тебе. Потому что красота Христа, Его мудрость и Его любовь притягивают людей к Иисусу Христу. И поэтому нужно всесторонне изучать Писание, что Писание говорит о пороке. Вот почему нам нужно молиться о тех, кто проповедует нам Слово Божие. Чтобы эти люди не пять минут готовились перед служением в маршрутке, в проповеди, а чтобы они изучали тексты Священного Писания и открывали нам их. Чтобы мы видели Бога, видели Его могущество, видели Его власть, видели Его принципы, как они действуют в нашей жизни. И когда мы начинаем строить свою жизнь в соответствии со Словом Господа, тогда мы видим, как Дух Святой преображает нас от славы в славу. Итак, записывайте, начните писать, писать, писать и писать. Записывайте свою жизнь. Зачеркивайте, пишите, размышляйте, думайте. Один брат, Пол Дэвид Трип пишет в книге «Орудие в руках Искупителя». Он пишет принципы, как можно двигаться в своем размышлении, когда ты сделал грех, как нужно смотреть. Он говорит, ну спроси себя, что произошло. Первый вопрос задай себе, что произошло? Почему ты сделал грех? Ты можешь остановиться и начать думать. Не относись к этому. Да, это естественно у меня. Я злой постоянно с детства. Для меня на кого-то так сделать, это норма жизни. Я на это даже не обращаю внимания. Но начни думать, почему ты это делаешь? Зачем? Что это приносит тебе радость? Что это приносит радость другим людям? Что это прославляет Бога? Что произошло? Почему ты подумал, что так можно жить? Второй вопрос. Что ты чувствовал? Ну совесть, она все время, не знаю, куда ее деть. Все время она меня беспокоит. Третий. О чем вы думали? Четвертый. Что вы хотели? Пятый. Что вы сделали? И нужно составить план. Как отложить, как облечься и приложить усилия. Составить план. Вот с этого дня я буду работать со своими грехами. Господь, я призываю Тебя, измени мою жизнь. Я хочу быть похожим на Тебя. Я хочу, чтобы, когда я встречаюсь с людьми, чтобы видели Тебя, а не меня. и поэтому я хочу жить библейским освящением. И к этому нужно приложить усилия. Верьте, дорогие братья и сестры, что наш ветхий человек умер со Христом. Дисциплинируйте себя в том, чтобы регулярно, систематически и всесторонне читать, изучать Писание и размышлять над Ним. Молитесь всегда о божественном просвещении. Просите, Господь, просвети меня Духом Своим Святым. Если Ты не откроешь мне истину, мне никогда ее не понять. Но я верю, что если Ты начнешь действовать в моем сердце, в моей жизни, я начну понимать Писание, я начну понимать жизнь Твою. И я увижу силу Твоего Слова. Принимайте, дорогие братья и сестры, с покаянием и верой то, что Вы узнали. Вы стояли раньше на своей позиции, теперь встали на библейскую. Раскайтесь, раскайтесь в этом грехе и скажите, Господь, я верующий человек, я встаю на Твою позицию. Определите, что нам нужно отложить. Определите свои греховные привычки в мышлении, в поступках. И в какие соответствующие добродетели нужно облечься. Разработайте подробный план, который поможет Вам изменить эти привычки. И постоянно, постоянно прилагайте усилия. Вы помните слова Иисуса Христа? Прилагающие усилия восхищает Царство Небесное. В жизни ленивого ничего не происходит. Вы сколько угодно можете молиться, вы сколько угодно можете кричать, «Господь, измени меня, измени меня!» Но вы будете видеть, как идут годы, а ничего не меняется. Вы будете спрашивать, почему ничего не меняется. Ведь я же верующим стал. Потому что вы не делаете то, что хочет Бог. Потому что вы не прилагаете усилий. Потому что вы от своего мышления не ушли. Вы поняли, что жить так нельзя дальше. Но вы не поняли, как нужно жить. А для того, чтобы понять, как нужно жить, нужно отложить, обновиться и облечься. Прилагайте максимальное усилие. Помните о том, что Бог обещал изменять нас по мере нашего старания в послушании Ему. Вот почему мы слышим много проповедей. Будьте покорны, будьте покорны, слушайтесь Бога, повинуйтесь Богу, потому что все это служит нашему преобразованию. И я думаю, что когда мы придем в вечность, я не знаю, может быть, многие люди, которых, может быть, сегодня не видно, они очень незаметны. Но которые внутренне прекрасны. Которые любили Слово, которые изучали Слово, которые уходили от своей неправильной позиции к правильной, и которые светили Бога в своем сердце. Они чтили Бога. И, может быть, многие пресвитеры окажутся в стыде. И Бог им скажет, нет, 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 это точно не ты. Вы помните эту историю неканоническую, как пастор и его водитель оказались в небе. И вот награда идет, церемония награждения, и вот вызывают водителей, и представляют его к самой лучшей награде. И пастор говорит, как же так, я пастор? Он говорит, когда ты проповедовал, все спали, а когда он вел машину, все молились. Это я к тому, братья и сестры, что кто-то, может быть, о ком мы совершенно ничего не знаем, но кто любит по-настоящему Слово Божие, кто прилагает усилия к тому, чтобы от своего мировоззрения вставать на библейскую, вот этот человек удостоится награды в небе. И я думаю, что Бог будет оценивать не самых активных в церкви, а тех, кто по-настоящему прекрасен в Иисусе Христе. Он будет оценивать тех красота, чьих была очевидной в жизни Его Святой Искупленной Церкви. И поэтому я призываю вас, возлюбленные, встать на эту библейскую позицию и жить настоящим библейским освящением, чтобы красота Иисуса Христа засияла в наших церквях. Мы молимся о пробуждении, мы просто умоляем, Господь, исцели нашу землю. И я думаю, что это возможно будет тогда, когда красота Христа по-настоящему засияет в церкви, когда мы от своих дел, как Аврааму сказал Господь, оставь землю свою, все оставь и иди туда, куда я тебе скажу. И Он встал и пошел. И когда мы приоритеты в своей жизни сосредоточим на Христе, на Его славе, когда красота Христа засияет в нас, тогда люди скажут, истинно с ними Бог. И я хочу быть там, там, где действует Бог, я хочу быть там. Пусть Господь благословит Свое Слово, и пусть Господь благословит Свое Слово в нашей жизни. А Ему слава ныне и вовеки. Аминь. Что такое грех? Это привычка, привычный образ жизни. И теперь нужно изменить эти привычки. Теперь нужно оставить греховные привычки и начать жить, привыкать новыми, святыми привычками. Кто-то сказал хорошее пожелание. Если вы что-то будете делать в течение полугода регулярно, это станет вашей привычкой. А вы знаете, что такое привычка? Это натура наша. И поэтому, когда мы привыкаем жить жизнью освящения, жизнью Христа, тогда Его красота все больше и больше. Но это не причина для того, чтобы опустить руки и сказать, вот я уже целый год или два года борюсь, или пять лет я уже борюсь с этим грехом, но каждый раз я снова и снова вижу, как он проявляется. Не опускайте своих рук. Помните, что сказал Господь на кресте. Совершилось. И в этом наша радость. Это наше торжество. Распятый на кресте Христос. И поэтому апостол Иоанн говорит, если мы продолжаем исповедовать свои грехи, то он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит. И поэтому мы никогда не опускаем своих рук и не говорим, «Все, я не могу больше бороться, я уже разочарован». Христос говорит, чтобы мы были верными до самой смерти. Вопрос? К человеку, но большая. У вас ненависть к человеку? Да. Отличная. Отличная. Что мне сейчас сделать? Ну, во-первых, нужно понять, ненавидеть людей – это то, что заповедано Богом, или это грех. И если Писание для нас является наивысшим авторитетом, и если мы пришли к Богу и сказали, «Господь, я хочу, чтобы последнее слово в любой жизненной ситуации Ты сказал, то мы можем найти очень много мест, где Писание призывает нас любить Бога всем сердцем и ближнего своего. И Христос говорит, даже врагов своих любите». Да, вот я объясняю. Нужно, во-первых, признать, что это грех. Мы говорили с вами, так, первый шаг какой нужно сделать? Когда мы понимаем, что это грех, что нужно сделать? Отложить нужно. Все, я не соглашаюсь, что это правильно в моей жизни. Я не могу с этим больше жить. Я не буду больше соглашаться и говорить, что он заслужил это. Этот человек сделал мне столько зла, и я буду его продолжать ненавидеть. И это нормально для меня. Правильно? Отложить. Обновиться. Что сделать обновиться? Любить этого человека. Господь, я хочу начать любить этого человека. И теперь нужно облечься. Вот с этой минуты я приступаю к практической реализации Божьего плана. И поэтому составьте план, как вы начнете любить этого человека. Но, может быть, позвоните ему и скажите, или встретьте, и скажите, «Прости меня». Может быть, это очень трудно будет сделать, если он вам сделал много зла, этот человек. Но скажите ему, «Прости меня, что я тебя ненавидела всю жизнь». Или сколько-то времени. Тогда продолжайте бороться, бороться, и никогда не сдавайтесь с этим грехом. Каждый раз, когда вы видите в своем сердце ненависть к этому человеку, вставайте на колени и скажите, «Господь, прости мне мой грех. Ты умер на кресте за меня. И за этот грех тоже». И продолжайте в этой борьбе радоваться тому, что Христос оправдал нас через свою жертву. И первый вопрос, который я хотел бы задать вам, как вы думаете, что не является истинным библейским освящением? Есть вещи, которые религиозны, но которые не являются настоящим библейским освящением. Вы помните книгу пророка Исаии? И она начинается вот, ну, просто вот таким обличением, очень серьезным, очень глубоким, когда ты начинаешь понимать, что вот активность, о которой сказал брат Андрей, она, собственно, может ничего не значить. И здесь иудеи, они просто настолько активны в жертвоприношении, в посещении храма, что, не знаю, может быть, кто-то из нас бы сказал, ну, они активнее нас в этом. Но что им говорит Господь? Просто потрясающие слова с 11-го. «К чему мне множество жертв ваших?» говорит Господь. «Я присыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться предлецом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительное для меня, новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование». Вот посмотрите, две параллели, которые шли у едеев. Они внутри были беззаконниками, и вместе с этим они все время в состоянии празднования находились, пребывали. «Но умещи ваши праздники ваши ненавидит душа моя, они бремят для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту и вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим», говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Короче говоря, это религиозная активность. Это религиозная активность. Это то, о чем я вам вчера говорил. Можно быть очень сильно вовлеченным, быть в христианское служение, быть активным в служении, но твое сердце все время будет оставаться закрытым для освящения. И это, конечно, это, конечно, прискорбный факт. Я недавно читал в интернете такую статью, исповедь одного христианина, 10 лет он уже является членом церкви. Кроме того, он является директором одной из библейских миссий, не у нас в Омске. И он очень активное служение в церкви совершает. И вместе с этим у него очень развита была, как это назвать, эту манию, компьютерным играм. И он просто вот жизни своей не мыслил, чтобы там вот все эти уровни преодолеть, преодолеть, преодолеть. И вот он рассказывает, что однажды на одном уровне он встретился с дьяволом. Это игра, это часть игры. И дьявол говорит, что на следующий уровень, на последний, на самый ключевой, ты сможешь попасть только тогда, когда продашь мне душу свою. И он, когда исповедовался в церкви, он говорит, и я подумал, ну что такого, это всего лишь игра. И он подумал, никто ничего не знает, просто нажать, навести курсор, нажать кнопку, и, собственно, ты попал на этот уровень. Но это же игра, это же не по-настоящему. Просто, ну вот, ну такое условие вот. Ну ладно, соглашусь с ним. И он говорит, я сделал этот шаг, говорит, и сразу же, говорит, внутри что-то похолодело, все оборвалось. И говорит, ну, и я, конечно, там эту игру закончил, но, говорит, покоя в моем сердце не было. Вот этот голос все твердил одно и то же, ты продал душу свою мне, не забывай об этом. И он, конечно, понял, что он плакал, молился, но ничего не происходило. И тогда он понял, что нужно идти в церковь и открыть свой грех. И он исповедал церкви, и он рассказал все, что вот он испытывал, эту зависимость. Братья и сестры, это преуспевающий христианин, очень активный. Это христианин, который очень много времени проводил служение, но его жизнь не менялась. Его жизнь не менялась, и поэтому он оставался все на том же уровне. Он был очень активен, он был очень такой, ну, как бы мы сегодня сказали, современным языком продвинутый. Но его сердце оставалось все таким же. Поэтому, если в нашей жизни есть грех, какая-то зависимость, и при этом мы мечтаем о духовном росте, чтобы красота Христа засияла в нашей жизни, то мы очень долго будем ходить вокруг одной горы. Как-то запустили одно предприятие, очень мощное, ну, вернее сказать, его построили, и все было готово к запуску. И вложили просто колоссальные финансы, миллиарды долларов, и предприятие стояло. И собрался такой очень мощный консилиум, такие влиятельные люди приехали на открытие предприятия. И все было торжественно готово, и все уже были готовы увидеть эту мощь, как это все заработает, как эти все массивы начнут двигаться. И вот, наконец-то, эта лента, ее перерезают, и кому было верено эта честь, нажать кнопку пуска, подходит, нажимает, а ничего не работает. Но можете себе представить этот казус? Все инженера сразу же побелели, ну, как минимум, выгонят с работы. И все сразу же стали смотреть друг на друга. Попробуйте еще раз. Еще раз. Не работает ничего. Еще раз. И все возмутились, в чем дело, все же было готово. И начали искать сразу же причину. Сотни инженеров кинулись в эти проекты, сразу же открывать, в чем причина, все прозванивать, просвечивать, все прозвонили, все просветили. И специалисты говорят, причины нету. Все должно работать. простой электрик снял крышку этого пускового устройства, и между контактами лежал мертвый таракан. банально, правда? Маленький мертвый таракан. Знаете, что это означает для нас с вами? Вот так вот же маленький простой грех может лежать между мной и Богом. Мне может казаться, ну что в этом такого? Да я прав сто процентов. Да я могу как угодно оправдать свой грех и сказать, ничего страшного, ничего. Ну и что? Что пастор так не живет? Ну и что? А в этом нет ничего. Отключите телефоны. А этого нет в Библии, отключить телефоны. И не буду этого делать. И так можно оправдать любой грех, абсолютно любой грех. И нам будет казаться, почему в моем сердце постоянно уныние? Почему в моем сердце нет радости? Почему в моем сердце не горит этот огонь Христовой любви? Потому что тебя разделяет с Богом маленький грех, который мешает тебе приближаться к Нему. Поэтому Писание и говорит, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить надлежащее нам поприще. И так, участие в духовном служении. Некоторые люди думают, что активная религиозность сделает меня святым. Ничего подобного. Книга пророка Исаии показывает это. Наличие чувственных переживаний. Вот такие, ну, знаете, какие-то эмоции должны быть. В книге Исход в 19 главе в 16 стихе написано, на третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ бывший встанье. Вы понимаете, да? Вот когда мы сейчас, сегодня Сергей Юрьевич говорил, и вот пока люди на конгрессе, когда они видят славу Божию, когда они слышат проповеди, тогда в их сердце возникает этот трепет Господь. И вот я точно с этой минуты начну меняться. Но как только проходит 2-3 дня, этот огонек угасает, ну, это так, это все, ну, все. Как обычно, опять дальше, как мертвая рыба, вперед, по течению. Поэтому наличие какого-то чувства вовсе не говорит, что я стал святой. Писание говорит, что, как можно определить христианина от полухристианина, постоянство. Вот что отличает нас от людей, которые не хотят являть красоту Христа. Соблюдение разных правил, как здесь кто-то замечал и говорил. Сосредоточие на менее важных вопросах. Помните, как это у фарисеев было? Они говорят, там, тмин, мяту, все это там делили, отделяли, комара отцеживали, верблюда поглощали. То есть, они не видели главного. Они сосредоточились на второстепенных вещах и боролись за них, но главного они не видели. Закон. Закон пробуждает плоть. Плоть не способна контролировать плоть. Поэтому, если мы видим грех, то это еще не значит, что мы его победили. Что еще не является библейским преобразованием? Демонстративное уклонение от греховных дел. И мы уже вспоминали сегодня фарисея. И фарисей говорит, встав, молился сам в себе, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодители, или как этот мытарь. Скажите, может, неверующий, человек невозрожденный, перестать что-то делать, ну, что-то плохое? Может. запросто приложит усилия и перестанет это делать. Сегодня многие неверующие люди гордятся, показывая, ну, эталон, что ли, эталон самоправедности в этом мире и говорят, да у нас неверующие лучше, чем у вас верующие. Но в каких-то случаях они действительно правы. я не хочу сказать, что эти дети Божьи плохие, потому что они хуже вот этих людей, не знающих Бога. Вот эти люди, которые пришли сегодня ко Христу, которые склонились перед Ним гораздо драгоценнее в глазах Бога, чем вот эти люди, которые гордятся Собою, превозносятся и говорят, я лучше всех. Поэтому демонстративное уклонение от греховных дел не является освящением, совершение каких-то правильных поступков. И здесь фарисей говорит, что он делает. Он говорит, я делаю правильные поступки, пощуюсь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. И мы можем совершать какие-то правильные поступки, а может быть накопление каких-то знаний духовных. Некоторые считают, что чем больше ты будешь знать в церкви, тем святее ты будешь. Это, кстати, одна из причин, почему нельзя давать образование людям, не утвержденным во Христе. Потому что, когда человек, который не понимает, что такое действительно путь веры и что такое настоящее библейское освящение, и когда он получает какие-то колоссальные знания, то такие люди больше вреда приносят, чем пользы. И теперь их уже нигде не поймаешь, они все знают, они такие скользкие, нигде их не ухватишь, только здесь он уже там, только здесь он уже в другой стороне. И он все знает и все понимает, ему говорят, просто начни делать то, что нужно. Но это сложно. И поэтому все это не является библейским освящением. Но единственное, что по-настоящему является правдой, это истина. Это истина Слова Божьего. Когда мы встаем на эти позиции и начинаем жить, как и должны жить Божьи дети. Некоторые пытаются сегодня изолировать себя от мира, монашество создать, держаться подальше от неверующих людей, чтобы не оскверниться, не дай Бог. Но это не является действительно библейским преобразованием. И апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, которые не понимали духовной реальности, а они поощряли злых людей, которые явно и нагло грешили в церкви, а они закрывали глаза, и вот думая, что они какую-то вот такую любовь особенную сейчас демонстрируют. И поэтому они думали, ну пусть грешат, но ничего, мы вот что-то им поможем. А те люди, которые нуждались в Евангелии Иисуса Христа, к которым должны были идти Коринфяне, они их сторонились. Да вы что, это перелюбодеи, это такие злодеи, и мы к ним пойдем рассказывать Евангелие, чтобы оскверниться от них никогда. И когда человек не понимает духовной реальности, то вот он делает то, что не нужно делать. Аскетизм. Люди лишают себя каких-то божьих благ, божьих даров по причине того, чтобы причинить себе боль или какие-то неудобства, и они думают, что это очень духовно. Я не помню, кто-то мне рассказывал, что залазили почти в полуобнаженном виде на столб, и вот сидели там долго, долго и долго. И их там комары кусали, там всякие мошки, и они в туалет не ходили, и они думали, вот как они смиряться умеют, какие они терпеливые, сколько они выносливости демонстрируют. Но мне кажется, просто это больные люди психические. И есть две крайности, которые можно наблюдать. Это применение страданий своему телу, а вторая крайность, и она тоже очень часто встречается. Христиане не должен радоваться и наслаждаться жизнью. Кто-то так утверждает. Если ты верующий, то тебе не нужно наслаждаться жизнью, тебе не нужно наслаждаться тем, что Бог сотворил, потому что Бог сотворил все, чтобы его творение могло наслаждаться и прославлять Бога. Но некоторые считают, что это что-то такое греховное и не приближает нас к Богу. Аминь.